привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить игру the darkness of the day несмотря на все технические трудности которые возникли у меня во время прохождения то есть я оказался в этой комнате и когда я пытался выйти отсюда я уж не помню также выходить до пол она у меня вылетал еще только не делал с этой игрой пытался переустанавливать на пиратские версии разнообразные с разными переводами в короче говоря в итоге это решилось просто мне один из подписчиков прислал один из файлов у него была такая проблема этот файлик я заменил у меня все заработал за что ему большое спасибо никого furious one по моему извиняюсь если неправильно так и теперь мы наверху в прошлой серии я уже честно говоря не помню я не играл полторы недели в эту игру по-моему и не помню что да как что мы тут делаем но мы находимся в общем в особняке сюда нас привели записки и тут какие-то странные звуки брон был здесь у нас жил вроде как я помню фамилию и вообще здесь все как-то очень нехорошо шорохи какие-то картины не самые приятные вот такие вот тихо надо сказать после всех этих активных игр в которые игры в последнее время приятно вернуться во что-то такое медленно и неспешно тут вот мы нашли так доски в полу вроде как пустота до поднял пустая вернее под ней что-то есть вот это нет думаю под этим полом пустота так и куда же это ведет не самое хорошее место вы хотите спуститься нет но я должен слушать это не тот храм который нам который нам снился мертвая крыса ничего на мертву это звуки конечно крайне крайне приятные так назад я могу идти могу уже что-то замок сломан мне его не открыть на заперто так что у нас в интере есть у нас есть связка ключей но они сюда на ряды подойдут подожди а вот вот это вот нам зачем ну ладно вообще там такое ощущение что третьей части не хватает или даже двух частей даже двух скорее частей видимо где-то еще нужно найти а можете их сзади где промогал и надо будет вернуться что это за место вообще заперто нет так ничего не получится 4 стири что так ну что же мне тогда можно сделать так ну там наверху ничего не нашел давайте посмотрим тут заперто по-любому а а так ключ и три части а так если посмотреть то все три части да у нас есть на месте а ключик это хорошо для чего она мне может пригодиться но я думаю что куда-то вот сюда это дверь было бы неплохо да отлично а ты кто такой знать все лучше и лучше вот что я хочу сказать это статуя слава богу странный символ о как выглядит очень реалистично внимательно смотрят и ждут что не произойдет лишь что да тут похоже пыль на если то он от пыли конечно кашляет так это то что я думаю нють ну ладно пойдемте сюда сходим не хорошее место ой не хорошее так тут у нас две ниши в стенах и дверь которая я чувствую будет заперта это даже не активно ну ладно так так помню как-то неправильно их ставлю что-то как-то как-то по-моему не так да ну-ка вот так вот так вот так так честно говоря не понимаю неправильно неправильно я что-то делаю блин поставь на место этот фрагмент этот фрагмент сюда не подойдет я же только что его сюда ставил вот так вот так так ну ладно пока что непонятно значит тут придется поломать голову как обычно под конец вообще зубодробительные пошли да хватит кашлять уже зубодробительные пошли головоломки ну я думаю мы как-нибудь допрем до всего этого что это вообще что это за культ какой-то что ли я не пойму ладно так все спокойно понятно что такая за клетка что это я подобрал загадочный металлический предмет который я нашел в поломкине а это поломкин а вот очередной жучок да офигеть и нафига они мне ну понятно что пригодятся ну блин что-то я все больше и больше путаться начинаю стены украшены саркофагами что это значит так дальше пройти я не могу все похоже выходить нужно отсюда так мы остается по идее что это вообще такое мне кажется это какой-то ключ так или иначе диски эти похоже нам будут нужны где-то попозже кстати говоря у нас на карте по-моему рисунок какой-то был нет не та карта нет не та карта вот так вот так ну это что-то похожее но блин сейчас короче будем разбираться так что же у нас тут похоже это единственное что можно сейчас сделать это именно разобраться с этим замком так нужно в общем чтобы поверху и по низу было по два угла если тебе сюда а тебя скажем сюда а вот тебя скажем так ну в принципе нормально но что еще от меня требуется может мне это сюда еще применить да 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 подожди я думаю что металлическая дверь не из карта конечно отлично вот офигеть это что такое немного Очень темно Я просто не могу двигаться вперед Насколько темно Я иду назад Ну ладно Подожди, я обфакел? Может здесь можно? Или у нас фонарь наверху там был? Ну-ка давай-ка факел попробуем взять Не сомневаюсь, конечно, он слишком статичный Вот факел там был Да, похоже назад переться придется Так, ну что-то потихоньку Получается, это уже хорошо Так Выходим отсюда Где у нас здесь фонарик-то лежал? Я не совсем помню Ага, и задвинул сразу все Вот и фонарик Так, шаг сюда Фонарь измазан грязью Это может пригодиться То, что он грязью измазан А не то, что он фонарь Ты как-то, блин Не по-русски это сказал Так, ну и что, по-нову туда? С фонарем-то, я думаю, получше будет Блин, все-таки вот эти статичные квесты Они до того неудобные в плане управления Что временами так геморроиться приходится Просто кошмар какой-то Так Доски А, ну да Простите Пардон Мир, пардон Хорошо тут, что, без изменений? Вроде все по-старому, да? Горд, Горд Во что ты вообще ввязался? Это же офигеть Ну да, по крайней мере Не производишь впечатление идиота Как производил Майкл Из шороха Так, ну что Давайте попробуем Да Тут я был прав Я начинаю привыкать уже к таким игрушкам Как-то сходу Начинаю понимать, что нужно делать Логику разработчиков В общем Начал понимать Тем не менее Место это какое-то Стремное Плохо Очень вовремя Блин Так у тебя батарейки сели Через минуту Пусть его как-то Включил, да? И что отсюда у нас сейчас Ктулху вылезет? Лампа эта не работает, да? Ну пойдем в воду С другой стороны Есть тоннели Но я не знаю Как туда попасть Какого? Что за? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о валим валим закрыто ты издеваешься что ли так нам хана похоже о ё-моё так ну давай ну раненый тюлень был жидковато хотя конечно не это прохожу днем в жаре как-то не так страшно это все но блин пара мурашек пробежала где это я опять живой похоже да а я тут же особняки в этом давай уже приходи в себя меня такое ощущение что вообще опять какие-то эти глюциногены просто нахопал и вообще все что происходит в этой игре с ними связано как я попал сюда что случилось что произошло там внизу или мне все это предвидеть привиделось я схожу с ума я больше не могу отличить реально от воображаемого что со мной происходит валим валим это кто там стоит ладно уходим и так понимаю что мне вообще нужно покинуть это место сейчас на улице все еще день сколько я был отключки или может это уже следующий день как бы там ни было особняк довольно таки красивый хороший только построен поверх очень плохого места так подожди-ка мы же ключ там взяли да не то один из дисков что я нашел в том странном планкине так как как вы ключики взял или его нет уже ну ладно я просто смогу сюда попасть когда-нибудь как-нибудь интерес нет или вот сюда вот думаю эта дверь ведет ко входу в особняк мне нужно найти то древнее строение которым говорил с письма я нашел уже я ухожу отсюда говард не тупи покинуть поместье эдварда браунда ла да пожалуйста так ну что домой все спокойно что мне делать вообще подсказочка попробуйте выяснить происхождение названий мест отмеченных на карте в этом вам поможет книга в кабинете лоуса ноудера понятно так ну раз уж пришли давайте зайдем хотя нам в эту сторону что у нас снова может хоть теперь пистолет возьмешь или так и вышел ухранить в тумбочке без изменений оп хорошо сообщение номер один это че такое еще это че такое было вообще хотя чему удивляться да в свете последних событий перезвонить можно ему обратно нет ну ладно так давайте попробуем взять пистолет все таки я хочу пистолет так нижний ящик окей на всякий случай тут блин уже не всякий тут уже крайний случай у нас но ты его брать сюда не хочешь до сих пор что ж такое выгибаем не понимаю я его типа а ладно все перемелется да такой подход так ну нам нужно в кабинет к ноудеру они зря сюда сходили да вы видели вот это письмо хорошо так ванной быть ничего не может хотя как знать так кабинет лоуса ноудера вот он где там книга не сказали в столе на да по-моему тут где-то по-моему а вот мифы и легенды древнего города ага зацепки эта работа была так введение эта работа была выполнена для того чтобы собрать в одной книге народные мифы и легенды вэлсмота известно что вэлсмот поселение основанное в средние века точная дата не установлена и горы окружающие его сделали это место изолированным от остального мира по этой причине история этого региона так интересны этнологам исследования и компиляции народных мифов в таких местах как вэлсмот позволяет собрать богатый этнологический материал рассказывающий о территории я хотел бы поблагодарить моего друга альфонсо грей который помогал мне в работе над некоторыми частями книги этнолог любитель шон бридж проклятие ятора проклятие ятора это один из самых старых мифов региона ну-ка давайте ятора попробуем так вот подчеркнуть сразу ничего особенно интересного так существует несколько версий его происхождения но точно известно что он уходит корнями в глубокую древность природный феномен который каждый год происходит в определенное время на горе нордвод наука не может полностью объяснить даже сейчас сильнейший ветер с ужасным боем несет через пещеры расколотые камни пыль и небольшие камни а затем этот каменный дождь просыпается на близлежащие поселения это явление наблюдается после сильных землетрясений тех что отличаются от небольших толчков обычных для велосмата находящегося в первой зоне сейсмической опасности плохое место надо сказать первая зона то известно что первое поселение в велосманском районе было основано на окраине нордводского леса где климат большую часть года достаточно суровый гора нордвод также считается частью этого района и упоминается во многих его мифах обширный нордводский лес плотным одеялом укрывает район начинаясь у подножия горы в лесу нет пригодных для обитания людей ме опять смотри разрисовано все людей ме за исключением нескольких больших полян почва на которых весьма плодородна на одной из таких полян вокруг озера Улспри было основано поселение получившее свое имя по названию озеро однако позже оно было переименовано в Индлэпс подождите а мы это не читали? мы же читали я вот по этому рисунку узнал а так я даже и не помню да 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 мы это читали так ну какие зацепки тут могут быть? что же что же тут может быть интересно? вот этого по моему карте у нас нет ничего особенного интересного да подожди как? по моему это единственная зацепка тут такая большая конечно ну да судя по этой книжке Улспри это небольшой городок переименованный Виндлэпс я знаю Виндлэпс маленький городишко насколько мне известно его единственная достопримечательность огромное старинное кладбище неподалеку так ну что тут еще может быть вот это вот вполне отчетливо такая была зацепка которая сразу бросалась в глаза так скрытые скрытые наверное сейчас наверное где-нибудь есть хотя ладно без скрытых обойдемся так теперь у нас на карте наверное появился Виндлэпс да? так Вульфспри где-то что-то вот тут вот наверное так а как это делается? я уже забыл как тут совмещать? а вот вот так Вульфспри я ничего не могу придумать так ну как-то так нужно Вульфспри так так что же блин я честно говоря запутался я думаю все будет очевиднее дайте подсказку подсказок нет офигенно огромное древнее кладбище так ну давайте карту еще посмотрим что же нам тут делать давайте попробуем выйти тогда что ли? у меня идей честно говоря нет особых так и посмотрим наверное она открылась уже хотим покинуть да да ничего тут нет пока так ну тогда давайте знаете на этом и закончим наверное эту серию а в следующую уже начнем думать по поводу Воспри и Виндлэпса и как нам вообще туда попасть потому что похоже нам туда нужно продвигаться и есть ощущение что в следующей серии будет последней возможно потому что там мы вроде как получим ответ на все вопросы я слышал но как бы там ни было это будет следующая серия надеюсь вам нравится с вами был Артур всего хорошего пока 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА и Продолжение следует...